В стенах Севастопольского городского национально-культурного центра проходит презентация проекта «Исторический атлас культуры Крыма». На разработку макета деньги выделили из городского бюджета по программе субсидирования проектов социально значимых для Севастопольского региона. Всего 450 тысяч. Она в основном ушла именно на поездки, на обработку материала, на работу с типографией, оплату работы специалистов, потому что у нас работал переводчик, корректор текстов. «Исторический атлас культуры Крыма» – это двухтомное издание. В первом блоке история крымского ханства с 13 по 18 века. Это антология на основе первоисточников. Древние публикации историков, географов и путешественников. Их более 300. Вся информация в хронологическом порядке. Там страниц на 700, наверное, получится. Такая Википедия Крыма. Только не современных авторов, а именно авторов того времени, которые были участниками этих всех событий. Гирей Баиров – автор второго тома «Этнографические заметки в поисках утраченного Крыма». Молодой человек по образованию медик. Материалы от опонимики, быти, традициях и культуре крымских татар собирал более 10 лет, общаясь со старожилами, жителями довоенного Крыма. Особое внимание уделил разным диалектам коренного народа. В атлас вошла только малая часть его многолетней работы. Здесь затронуты темы в основном этнографии крымских татар. То есть это какие-то мировоззрения, легенды. Как до войны занимались садоводством, виноградрством. Какие-то традиции наши, ритуалы связаны с рождением ребенка, со смертью. Есть, конечно, факты исторические, и довоенный Крым, и период усиления из Крыма. Проект разработал Севастопольский фонд возрождения крымско-татарской культуры имени профессора Изединова. Общественники уверены, что справочный материал будет интересен исследователям и любителям Крыма. Нам хотелось привлечь внимание широкой публики, в частности тех людей, которые живут в Крыму, независимо от национальности, к изучению культуры Крыма, ну и в частности крымско-татарской. И поэтому нам хотелось сделать интересным и привлекательным этот двухтомник. Двухтомные здания оформили дизайнеры Анна Садовникова и Оксана Домнина. На это ушло около полугода. Стояла сложная задача, весь иллюстративный материал, который был дан для этой книги, совместить в одну историю и сделать его полезным и интересным не только для старшего поколения, но и для поколения юного и молодого. Потому что самое важное, чтобы книгу хотели изучать в школах, чтобы ее изучали или стали студенты, и молодежь знала историю народов, которые жили в Крыму. Исторический атлас культуры Крыма выйдет в свет уже в декабре этого года. Печать издания профинансирует Департамент общественных коммуникаций правительства Севастополя. Айша Шулакова, Эльдар Заитов, телеканал Милет, Севастополь.